итак приветствую обзор на сета курса легендарнейший lamborghini каунтач эту тачку добавили вот в последнем платном патче собственно bm4 я делал вот к этому же она относится патчу 2 за 200 рублей который я купил тачка в общем легендарная но пиздец я с ней заебался я часа 45 пытался пройти эту трассу ну понятно не так прям на сидел 4 часа понятно в интернете лазил так далее но все равно заебался тяжелое управление тачка много у нее косяков поэтому давно и так не ебался собственно в эту игру помню от ferrari f40 я ебался mercedes ls но это был достаточно давно в последнее как-то время ну я же и трассу как бы запомнил и вообще вроде научился и не думал что такие проблемы возникнут почему в принципе тачка относительно управляемый не такая уж она и блять ну пиздец да но все-таки у нее есть очень серьезный минус который конечно блять при постоянно приводит каким-то ошибкам ну начнем с того что у него 12 цилиндровый движок 400 лошадей плюс как мы видим она очень приземистая давайте посмотрим она очень низенькая приземистый у нее движок расположен сзади но как бы среднемоторная считается широкие катки дал царите сзади какие здоровые шины то есть у нее компоновка охуенная да по идее это суперкар и все дела ну и казалось бы блять охуенно да что компоновка блять так сейчас где-то того охуенно что компоновка такая суперкар все дела но на самом деле это нихуя не помогает тачка во первых начнем с того что она не едет толком 5 6 секунд до сотни для 12 цилиндрового двигателя 400 лошадей это конечно куром блять на смех тоже бмв м3 она едет 47 до сотни то есть на секунду быстрей у нее про двигатель чуть мощнее но это не суперкар это среднего уровня тачка вот поэтому разгон вообще никакущий мне даже не верится что он настолько хуёвый может ошибка просто я не гуглил до википедии не заходил в западло в общем оказалось дальше тачка хуёво проходят повороты то есть блять если не дотормаживаешь она но ее выносит это пиздец просто только только в путь ее выносят и это тоже было очень частый блять причиной ошибок моих из-за которых я не мог записать круг потому что ну блять чуть не дотормозил и все короче вылетаешь за пределы и пизда а тормоза слабые в общем то потому что ну опять же вот то что я не дотормаживал это связано с тем что слабые тормоза ты блять тормозишь и нихуя не успеваешь затормозить хотя по сути скорость это небольшие то что тачка еще раз повторюсь она в общем то она не едет и особой скорости тут блять нету и при всем при этом а все равно не получается у тебя блять тормозить нихуя вот дальше чем очень большая проблема это вторая передача она на 120 до 120 а 3 передачи она вон до 180 в итоге к чему это приводит ты едешь на 3 начинаешь тормозить те кажется тоже медленно едешь да нужно на вторую переключаться потому что обороты движка медленные ты переключаешься у тебя там 130 в час в итоге у тебя большие обороты до предельные и тебя просто эффект ручника то есть заносит заднюю оси блять как я заебался и я сразу эту хуйню не понял особенность этой тачки и некоторые легкие повороты которые я обычно легко прохожу я не мог проходить и постоянно на них вылетал хотя они легкие и я не сразу допер до этой хуйни что как бы ты вроде затормозил до вроде обороты низкий пора на вторую переключать а на самом деле нихуя не пора надо еще тормозить вот и пиздец еще у него такая интересная особенность этой тачки что она с нуля оборотов на первой передаче вообще не едет прикиньте то есть если у тебя 0 оборотов ты жмешь первую передачу жмешь на газ она не едет с холостых вообще ну не с холостых а вот с нуля потому что если так понимаю нет понятий холостых или ну хуй знает есть и нет но факт в том что она не едет прикиньте и для того чтобы она поехала знаете что у нас сделать надо включить нейтраль дать газку и включить первую чтобы те как бы момент включения первые были но были обороты это такой пиздец из 12 цилиндровый движок 5 литровый с холостых грубо говоря он не едет но это либо глюк программирование либо но я не верю что это реально так было вот ну короче просто смех дальше еще у нее охуенно хуевая коробка а именно то что коробка у нее у нее переключается где-то блять за секунду то есть ты жмешь и она в течение секунды только переключается и это так бесит это так блять злит ну ну это просто бесит я не знаю в чем особый такой минус но вы представьте это суперкар который был дорогим на и ты переключаешь коробку и она переключать течение секунды это самая медленная коробка вообще в игре то есть даже если взять какую-нибудь еще более старую тачку у нее не будет так хуево коробка переключаться я хуй знает это в реале так было вот поэтому в итоге тачками сарен то что она вроде легендарная она дала от дизайн всем этим lamborghini последним вот начиная с этой каунтача да дальше diablo было марселага и так далее по сути это то и есть этот дизайн легендарный да но по факту тачка оказалась каким-то ёбаным говном с точки зрения езды то есть блять она нихуя не предназначена для кольцевого ну понятно что он не предназначен для кольцевого ну потому что ответе надо что-то занесло хотя я везде хотя я ехал как дед меня и в итоге заебал я стал ехать очень осторожно и даже при всей этой осторожности при всем том что я помню трассу наизусть практически все равно блять были какие-то заносы и так далее короче а еще блять мне пришлось поставить вот эти облака видите нету солнца потому что в одном месте тут блять подъемы на этом подъеме эти асфальт начинает отсвечивать ты просто не видишь асфальта там поворот и в итоге ты наезжаешь на поребрик а когда эта тачка наезжает на поребрик в 80 процентов случаев это заканчивается потеря управления вот и ты там заезжаешь на поребрик и два раза я на этом блять вылетел а это уже конец трассы как же как же у меня припекало потому что ну чаще всего ты вылетаешь в первой половине трассы но когда вроде ты уже доехал блять до конца да там осталось пару поворотов я вылетал вот на этой хуйне потому что там просто был засвет асфальта в реальной жизни такого нет да когда вот солнце и уйти асфальт ну как блять как будто после дождичка узнаете вот засвет как на речке а в этой игре такая хуйня есть в итоге я мне пришлось поставить тучи чтобы не было этого засвета ни с одной тачкой у меня такой проблемы не было вот с этой возникла потому что ну по факту . оказалась говном она не позволяет динамично ехать потому что ну на ней приходится ехать как дед невозможно динамично я чуть-чуть к ошибкой пиздец при всем при этом иногда даже получается задний занос поймать этот непонятно то есть иногда его не поймаешь иногда что он вроде даже ловится ну все равно хуйню и в общем . оказалось с точки зрения экшена слабовато слабовато нет желания ехать на ней она не едет не управляется и то что легендарная ну блять я бы так наскал легендарное говно понимаете по факту оказалось кроме внешности то ничего и нету и вот тут в итоге все равно еще в ебусь хотя я ехал как дед все старался и тени тормозов нету кстати я тут часто врубаюсь даже на этих своих записях до легендарное место но блять я знаю это место я ехал медленно ехал как дед и она все равно не затормозила то есть на ебаный пиздец вот я проехал за 837 блять короче тачка оказалась в общем-то фуфлом легендарным фуфлом ну в принципе она не так уж плохо с точки зрения управления но приходится ехать просто как дед блять это хуйня полная поэтому какие-то такие впечатления на как бы хуй знает вообще не едет что-то блять при том что видите она но она блять она суперкар у нее какие шины блять какой какой не силуэт за мотор сзади то есть блять она должна охуенно ехать хуй она едет как кусок говна как запорожецах блять газ 53 нахуй как вас 2106 вот ужас ужас к сожалению я не верю что на самом деле была такой плохой ужасная тачка по факту оказалось ну вот пакет вид